Уехала, потому что там нужнее. Красноярка рассказала, как решилась поехать добровольцем в зону специальной военной операции. Женщина работает в краевой клинической больнице Рентген. Кабинет она оставила весной. Что за это время успела пережить и готова ли поехать туда еще, расскажем в нашем репортаже. Это также мое место работы, где я работала. Получается приемное отделение. Маргарита Рентгена-лаборант. В медицине больше 25 лет. Всю пандемию в ковидном отделении. Первый раз поехала в зону СВО в свой отпуск, а уже после по контракту медсестрой. Говорит, дала о себе знать и то, что отец военный, и то, что туда уже уехали родные и близкие. Хотелось быть рядом и быть полезной. В первых дней начала СВО я решила, что я обязательно должна туда попасть. И что мои руки, они как бы в данный момент, они нужнее там. Когда находишься там, уже по-другому жизненные ценности складываются. То есть, когда в мирной жизни ты просто открыл кран, да, у тебя бежит вода горячая, холодная. А там ты просто рад, что есть в водах. Позывной себе женщина выбрала связанный с медицинским прошлым. Акула. Потому что когда-то работала в стоматологии. Из самых сложных смен вспоминает, когда 27 часов не отходила от аппарата. Но помогли тогда всем. Ну а то, чему учатся, работая в особых условиях, планируют после применять и в мирной жизни. Мы же много выездной работы проводим, да, где тоже надо. И сам реакции можно использовать. И медицинный катастроф. И медицинный катастроф. Уже в декабре Маргарита вернется к работе в зоне СВО. А в будущем хочет снова в родное отделение Краевой. В больнице несколько человек мобилизованы. И около четырех десятков врачей, которые командами по очереди уезжают в зону СВО. Работают там в гражданских госпиталях. К таким командировкам в больнице стали немного привыкать. Но помнят, как переживали в первый раз. Было очень тяжело, очень волнительно, потому что мы не понимали, насколько им там опасно находиться, насколько они подвержены сами рискам повреждений и так далее. И на самом деле вот каждая такая группа, которая уезжала, ну лично у меня в сердце очень тяжело было. В больнице уже есть и своя награда. Знак за мужество и верность долгу. Ее вручают сотрудникам, побывавшим в зоне СВО. И у Маргариты такая тоже есть. Наталья Архипова, Павел Иваницкий, Седьмой канал.